Братья и сестры, я, если не забуду, постараюсь сделать пиры, чтобы еще поучаствовали. В основании своей проповеди я прочитал очень короткий стих из послания к евреям. Четвертая глава, девятый стих. «Посему для народа Божия еще остается субботство». На такие вопросы, как о ком идет речь, словом «народ Божий» или о евреях, или о Церкви Христовой, и что это за субботство, которое еще остается для народа Божия. Ну вот, эти вопросы, которые в ходе проповеди, я хочу коснуться и порассуждать об этом. Но моя проповедь сегодня будет необычная тем, что будет элемент преподавания. То есть, ну, как бы, как подчина библейских курсов, только в сокращенном виде, чтобы было понятно, вот, объяснение этих слов, ну, я нахожу это необходимым. Итак, в вводной части хочу сказать, что любую фразу из Библии нужно рассматривать в контексте. Вот это вот элемент уже библейских курсов. Что такое контекст и как в контексте рассматривать. Я приведу примеры, что значит в контексте рассматривать. Конечно, для тех, кто учился на семинарах или на курсах, это покажутся даже примеры банальные. Я, ну, самые такие простые. Ну, вот я мальчикам задам вопрос. Мальчики, мальчики, сосредоточьтесь. Вам вопрос задам, простой вопрос, даже не библейский. Скажите, что обозначает слово коса? Вопрос мальчикам. Что? А я знаю, почему вы затруднились. Потому что надо контекст вам сказать. Да, хотя бы еще одно слово. И тогда вы сориентируетесь. Это для того, чтобы всем было понятно, что это слово не поймешь, если еще хотя бы одно слово. Ну, да ладно, добавляю слово. Песчаная коса. Теперь понятнее, да? А если добавлю другое слово, девичья коса. Тогда уже надо было девочкам вопрос задавать, а не мальчикам, да? Или коса косаря. А одно слово ни о чем еще не говорит. Надо связать с контекстом. Ну, контекст – это значит, ну, какую-то фразу сказать. Или же большой вот отрезок текста. Чтобы было понятно, главное – мысль, о чем идет речь. Но когда из библейского текста вырывается фраза и толкуется независимо от контекста, тогда рождаются всякие ереси и заблуждения. Поэтому очень важно в контексте смотреть любую фразу библейскую. И проповедники обязательно знают эти правила. И когда готовят проповеди, они это учитывают. Они могут не прочитывать в контекст, в собрании. Но когда толкуют местописание, это обязательно учитывается. Ну, а я решил немножечко всенародно с этим поработать. Ну, поэтому и сказал, что будет какой-то элемент преподавания. Итак, бывает контекст ближайший. Так богословы объясняют. Ближайший контекст. Ну, как я со словом коса вам сделал, да? Ну, еще одно слово добавить. И уже понятней. Это ближайший контекст. Бывает расширенный контекст. Ну, может быть, это нужно главу всю прочитать. А может быть, даже все послание прочитать. А бывает обширный контекст. То есть, чтобы иметь в виду всю Библию, все библейское учение. Конечно, для этого должен проповедник знать Библию хорошо. И чтобы та мысль, которую я буду излагать на проповеди, она не противоречила библейскому учению в целом. Это называется обширный контекст. Ну, я сейчас еще продемонстрирую, как рождается ересь, даже глупость, если вырывать с контекста. Две фразы я с разных мест вырву, и вы посмотрите, это очевидно будет вам. Вот, когда Господь подошел в фарисей к Иисусу Христу и, искушая, ну, я, чтобы слишком долго не говорил, задал Иисусу Христу вопрос. А кто мой ближний? Отвечая на этот вопрос, Иисус Христос рассказал притчу о добром самарянине. Ну, в нескольких словах о притче. Шел человек, попался разбойником. Его изранили, избили, ограбили и бросили в тяжелом состоянии при дороге. Той дорогой шел священник, посожалел, поохал и пошел дальше. Потом левец шел, тоже поохал и ушел дальше. А самарянин, обычный человек, увидел, когда он не прошел мимо, он обработал раны его, он оказал ему помощь. Потом подсадил его на своего осла и отвез его и сдал в гостиницу. Там, похоже, был какой-то медицинский пункт при гостинице. И сказал, окажите ему помощь и деньги свои заплатил за это. Вот это доброта. То есть, Иисус Христос, рассказывая эту притчу, хотел сказать, отвечал на вопрос, кто мой ближний. Вот кто оказал помощь, тот и ближний. Чтобы мы не проходили мимо человека, который в беду попал. И вот когда мы оказываем такую помощь, тогда мы исполняем заповедь, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Независимо, кто этот человек. Он в беду попал и окажи ему помощь. И вот эта фраза, и когда Господь рассказал, тогда говорит этому законнику, который ему вопрос задал. Фразу такую, которую я сейчас беру с этой притчи. Иди и ты, поступай так же. Как можно истолковать теперь эту фразу? Иди и ты, поступай так же. Теперь я беру совсем с другого места Писания, но тоже из Библии, фразу. И вырываю там с контекста, и здесь с контекста. И у меня что получается? Когда Иуда предала Иисуса Христа, Иисуса Христа арестовали в Гексиманском саду, то написано так. Иуда пошел и удавился. Иди и ты, поступай так же. Правда глупость, да? А все из Библии, все дословно, но вырвано с контекста. Фразу иди и ты, поступай так же. Ни в коем случае употреблять нельзя к Иуде, а нужно к Самарянину употреблять. А я вырвался с контекста, чтобы вам показать, как делают лжеучители, чтобы получилось то, что они хотят преподать. А Библия большая, 66 книг, здесь можно найти любые фразы, которые тебе нужны. Но этого делать нельзя. Это грешно. Нужно любую фразу проверить в контексте, какой смысл Бог вложил в эту фразу. И только в этом смысле ее употреблять. По-другому нельзя. Теперь вот этой фразе, которую я прочитал. «Посему для народа Божия остается субботство». Ее тоже нужно рассмотреть в контексте. Я постараюсь это сделать бегло. Но возьму расширенный контекст. Вначале в контексте всего Евангелия. То есть Нового Завета. Нет, не всего Евангелия. Апостольских посланий. У нас 21 апостольское послание в Новом Завете. И каждое послание имеет главную мысль. Каждое послание. И вместе они друг друга дополняют. И получается красивый букет евангельского учения. Кто-то из богословов сказал так. Если бы из 21 послания хотя бы одно было потеряно в истории, при глубоком исследовании мы почувствовали бы, что что-то не хватает. Но мы уверенно говорим, что ни одно не потеряно. Потому что мы видим красоту и полноту евангельского учения в апостольских посланиях. Я не буду по всем посланиям проходить. Несколько посланий назову, чтобы понятнее было, что значит главная мысль. Допустим, послание к римлянам. Главная мысль. Разъяснение сути Евангелия. Апостол Павел его посвятил, чтобы разъяснить народу Божьему, ну и всем, кто читает Евангелие, послания, чтобы они знали, что такое Евангелие. А зачем знать, что такое Евангелие? В послании к коринфянам, первое послание, 15 глава, первый стих, сказаны такие слова. Напоминаю вам, братья Евангелия, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь. Мы, оказывается, Евангелие спасаемся. Это наш спасательный круг. Ну, только имеется в виду не упущение морской, а вечность, чтобы войти. Спастись от погибели, чтобы в небо войти, в Царствие Небесное. Мы спасаемся Евангелием. А что такое Евангелие? Изучите послание к римлянам, и вы будете знать. То есть, послание к римлянам, посвященное разъяснению, что такое Евангелие. Ну, учение Христовое, Евангелие, всегда, во все времена, подвергается нападкам со стороны лжеучений. А как защитить Евангелие? А мы должны его знать, проповедовать и защищать. Этому посвящено послание к галатам. Если вы хотите знать принципы, как защищать Евангелие, изучите послание к галатам. И вы будете знать, как защищать Евангелие. В послании к ефесянам изложено учение о церкви, главою которой является Иисус Христос. То есть, вот зачем Бог создал вселенную, создал человека, поселил его в Едемском саду, после грехопадения столько Бог работает с человеком, а потом и сам Христос пришел на землю, и умер за грехи людей, и воскрес для оправдания людей, и теперь уже две тысячи лет щепетильно работает над каждым человеком. Зачем все это? А ему церковь нужна. Это работа по созданию церкви. И ожидается брак Агнца, тогда, когда Христос сочетается с церковью. Ну, об этом мы читаем уже и вот в книге Откровения. Брак Агнца ожидается. И вот вы хотите знать больше о церкви? Главой, у которой Христос является, изучите послание к ефесянам. А послания к колоссянам, они очень похожи с ефесянам. И даже главную мысль, смотрите, я ефесянам скажу, а потом колоссянам. Главная мысль послания к ефесянам, учение о церкви, главой у которой является Христос. Главное мысль с колоссянам. О Христе, который является главой церкви. То есть, они очень похожи по содержанию, только в ефесянам акцент на церковь делается, а колоссянам на главу церкви, на Иисуса Христа. Но очень похожие. Послание к коринфянам. Еще два послания скажу, и все, потому что это все вступительное слово. Послание к коринфянам. И первое, и второе. У нас два послания к коринфянам. Учение о домостроительстве поместных церквей. Шахтинской, Мерифянской, Ростовской. Если в ефесянам в целом о церкви Христовой, то коринфянам о поместных церквях. Сегодня есть люди, которые отвергают необходимость принадлежать к поместной церкви. И говорят, я член Вселенской церкви. Извини, дорогой, в таком случае послание к коринфянам надо выбросить с Евангелия. Потому что послание к коринфянам нам открывают принципы поместных церквей. Один проповедник приехал, подходит к местному пресвитеру и говорит, брат, у меня есть хорошая проповедь для народа Божьего. Дайте мне слово. А он говорит, а кто ты? Откуда ты? Из какой церкви? Он отвечает, я со Вселенской церкви. Ну тогда во Вселенской проповедуй. Иди проповедуй во Вселенской церкви. А по Писанию обязательно должна поместная церковь. Ну как написано, младше, помянуйтесь пастырям. А если ты во Вселенской церкви, какому ты пастырю будешь повиноваться? Или и вас, пастыре, умоляю, пастите Божье стадо, какое у вас. А какое ты стадо будешь пасти, если ты во Вселенской церкви? Ну и так далее. Ну теперь, послание к евреям. Я же прочитал из «Евреям», да? Послание к евреям. Главная мысль – превосходство Иисуса Христа над всеми. Еще раз повторю. Главная мысль послания к евреям – превосходство Иисуса Христа над всеми. Теперь я ближе к тексту подхожу, к прочитанному. Какая цель написания послания к евреям? Евреев очень много уверовали в Иисуса Христа. Это в апостольские времена. Просто удивительно много. Ну, вот мы в «Деянии апостолов» читаем. В один день присоединилось к церкви из евреев три тысячи человек. В другой день присоединилось пять тысяч человек. И написано, каждый день прилагались спасаемые к церкви. А в «Деянии апостолов» в шестой главе, вот когда описано, как рукоположили диаконов, и потом сказано, и многие из священников покорились вере. Священники каялись, Христа принимали. Евреи принимали Христа. И огромная церковь апостольская была из евреев. Но потом на евреев поднялись гонения со стороны евреев, которые Христа не приняли. И гонения большие возникли. И у многих уверовавших евреев стали посещать мысли. Они стали колебаться. В чем? Ну ладно, язычники пришли ко Христу. Это очень важно, потому что язычники, идолопоклонники и живого Бога вообще не знали. А евреи знали живого Бога? Знали. Они знали закон Моисеев, а это закон Божий. Они знали историю народа. Они знали историю Божьих действий. Они знали единого живого Бога. И теперь у них тогда мысль появляется. Ну может быть и стоит уступить. Ну не акцентировать на Христе. Мы-то живого Бога знали. Ну может быть этого и достаточно, лишь бы как-то гонения утихли. Но это было опасно, весьма опасно. Одно дело, когда евреи знали живого Бога в Ветхом Завете, когда не было еще Христа, не приходил. А другое дело, когда они знают теперь Христа и заколебались. И чтобы их утвердить, от этих колебаний, чтобы они не отошли опять в иудейство, Павел садится и пишет послание к евреям. И вот в шестой главе он выразил вот эти переживания, о которых я сейчас вам рассказываю. Я прочту несколько стихов. Шестая глава, четвертого стиха. «Ибо невозможно, имейте в виду, кому он пишет, евреям, которые поколебались. Поколебались не в том, чтобы отвергнуть существование Бога, не в том, чтобы вообще от живого Бога отойти, а от Христа, рассчитывая, что с Богом-то мы останемся. Он пишет такие слова. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе, Сына Божия, и ругаются Ему». Он акцент делает отступить от Сына Божьего. Таких даже покаянием потом поправить невозможно. Это смертельно опасное состояние. Вот главную мысль или цель написания он выразил в этих словах. Невозможно. Ни в коем случае. Ну и теперь контекст послания к евреям. Я быстро пройду по всем главам. Их всего 13. По одной фразе первая глава. «Превосходство Иисуса Христа над ангелами». Ангелы – это сильные личности. Я утром сегодня напоминал, как один ангел пришел ночью и без труда умертвил 185 тысяч военных людей. Один ангел. Это очень могучий, могучая личность, небожитель. Но Иисус Христос превосходнее ангелов. Вторая глава пишет о том, что Иисус Христос лишил силы дьявола. Дьявол – это тоже сильная личность. И мы с вами не устоим один на один в борьбе с дьяволом. Но нас радует то, что Христос его лишил силы жертвой своей. И теперь, если мы в союзе Христом, он для нас не страшный. Иисус Христос сильнее дьявола. Он его даже силы лишил. Сегодня мы пели псалом, и мне всегда нравится очень, с детства еще, как там лев пораженный лежал, когда Христос воскрес. Христос его лишил силы. Об этом идет речь во второй главе послания к евреям. В третьей главе Иисус Христос превосходнее Моисея. Моисей для народа Божьего это величайший человек. Даже вы помните, когда Навуфея побили камнями по клеветническим обвинениям. Его оклеветали. Его обвиняли, что он хулил Моисея. За это камнями побивали. Ну, там сказали Моисея и Бога. Хулил Моисея и Бога. За Моисея плохое слово скажешь, камнями побивали. Вот такая величина. И до сих пор, уже прошло после Моисея четыре тысячи лет почти, ну, три с половиной. Три тысячи с половиной лет и до сих пор в Израиле Моисей это великий человек. Ну, наверное, в истории такого не найдешь. Александра Македонского во всем мире как великого полководца и то две тысячи лет. Ну, две триста. А Моисея три с половиной тысячи лет. помнят. Это великий человек. Но Павел пишет в третьей главе Иисус Христос превосходнее Моисея. В четвертой главе это из которой я читал. Покой во Христе Иисусе превосходнее дня субботнего. Ну, к этому мы еще вернемся к четвертой главе. Пятая глава Священство Иисуса Христа превосходнее священства Ааронова. Аарон это по чину Аарона были священники в Ветхом Завете. Ну, шестая глава я уже читал предостережение от отпадения от Христа. Седьмая глава Иисус Христос превосходнее Авраама. Ну, Моисей это Моисей Авраам это вообще отец всех верующих. Это больше фигура чем Моисей. А Иисус Христос превосходнее Авраама. Восьмая глава Новый Завет превосходнее Ветхого Завета. Девятая и десятая главы жертва Иисуса Христа превосходнее всех ветхозаветных жертв вместе взятых. Там очень много жертв приносили. Вспомните, когда Давид переносил ковчег. Через каждые четыре метра жертвы приносились. И Овин, и Телец через каждые четыре метра жертвы, жертвы, жертвы. А сколько жертв приносилось, когда Соломон храм построил. А вообще жертвы приносились еще до закона Моисеева. Еще и Авель и Каин приносили жертвы. Но и жертвы приносил. Авраам, Исаак и Аков жертвы приносили. Но жертва Христа превосходнее всех ветхозаветных жертв. Об этом идет речь девятая и десятая главы. Ну, одиннадцатая глава Герой веры. Сразу трудно было понять, ну, мне лично. Кажется, как будто бы вставочка какая-то к месту или не к месту. Идет речь о превосходстве, превосходстве. А потом вера же есть осуществление ожидаемое, уверенность невидимым. И потом перечисляется и Авраама, вера Авраама, вера Моисея и дальше, дальше, дальше. А потом говорит, и не дает встает мне времени свидетельствовать и перечисляется опять просто имена, 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 герои веры. Этой главой Павел хотел подчеркнуть, что даже в Ветхом Завете люди спасались верою. Не делами, не законом, а спасение было по вере. Об этом это особенность Нового Завета. Но он подчеркнул, что в Ветхом Завете тоже спасались люди верою. 12 глава. Гора Сион превосходнее горы Синай. Что это за две горы? Почему он за горы заговорил и подчеркивает превосходство? На Синае дан был закон Моисеев, а на Сионе был построен дом Давида. А Иисус Христос сын Давидов. И поэтому здесь тоже говорится о том, что все, что связано со Христом превосходнее всего того, что связано с законом Моисеевым. Гора Сион превосходнее Синае. И 13-я последняя глава. Учение Иисуса Христа превосходнее всех учений существующих в этом мире. Учение Христово превосходнее. Итак, все послание к евреям о превосходстве Иисуса Христа. Теперь мы сужаем наш контекст до одной главы. Четвертая глава. Девятый стих я прочитал. Посему для народа Божьего остается субботство. Итак, если бы я преподавал на курсах, я бы уже спросил бы вас главную мысль четвертой главы. Ну, кто помнит, скажите. Главная мысль четвертой главы к евреям. Еще раз. Да. покой во Христе превосходнее дня субботнего. Я теперь читаю некоторые стихи вот о покое. Вообще иметь покой это очень ценно, это очень важно. И день субботний, который был четвертой заповедь в законе Моисеевом, он был прообразом покоя. Человек нуждается в покое. Ну, как он нуждается? Вот, отчего бывают скандалы в семьях? Отчего войны между государств? Отчего войны внутри государств? Хлеба не хватает или земли не хватает? Мира в сердце не хватает. Вот отсюда. Отсюда все и злоба, и войны, и все отсюда. Покоя нету. А покой этот можно получить только во Христе Иисусе, ну, сам Христос говорил, придите ко мне все труждающие, все бремененые, и я вас успокою. Я дам этот покой. Или, вот смотрите, Христос умер и воскрес. Первая весть, которую он говорит апостолам, мир вам. То есть, я достиг теперь, теперь я даю мир, я не так даю, как этот мир дает. Ну, и мне очень нравится Псалом, который поют, наверное, во всем братстве, в моем сердце покой нет мира сего. Ну, может, даже испоете, да? Сейчас я же перерывчик хочу сделать, чтобы поучаствовали. Сейчас я дойду до девятого стиха и сделаю перерывчик. Итак, теперь я делаю обзор четвертой главы. Читаю первый стих. Держите теперь в памяти вашей, что главная мысль четвертой главы покой во Христе Иисусе превосходнее дня субботнего. Первый стих. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. Значит, есть возможность, есть шанс любому человеку войти в покой Иисуса Христа. Но опасность есть хотеть, планировать и опоздать. Я много раз встречал детей верующих родителей, ушедших в мир. Ни один из них я не встречал такого, который бы отрисал существование Бога. И почти все говорят, у меня в планах есть вернуться к Богу. Но и знаю тех, которые уже ушли в вечность, не вернувшись к Богу. Хотя планировали, всю жизнь планировали. И об этом предупреждает Павел. Будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Третий стих. А входим в покой мы уверовавшие. Те, которые не уверовали, о какой вере идет речь, чуть позже. потому что знаете, сегодня мы живем такое время, ну, в наших регионах, ну, даже хочу подчеркнуть, особенно в Украине, я там с Украины вечером, может быть, кто-то с утра не был, не знает, что я с Украины, особенно в Украине, почти 100% людей верующих. А когда война идет, то моя тетя родная, пожилые люди помнят, Мария Степановна, она прошла с 41 по 45 годы, полностью до конца войны она прошла, и она говорила, на войне неверующих людей не бывает, и героев не бывает, и неверующих не бывает, героев в книжках и в фильмах, а на войне их нету. Она прошла с 41 по 45 и лично это видела. Так здесь идет речь не о том, входим в покой мы уверовавшие, не идет речь, люди верят в Бога, а о другой вере идет речь, а о какой я вернусь потом к этой мысли. Ну, апостол Иаков, он пишет так, ты веруешь, что Бог един, ну, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут, но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дела мертва, то есть можно верить, а в покой Христов не войти, поэтому обязательно мне нужно вернуться и объяснить на основании Священного Писания о какой вере идет речь, входим в покой мы уверовавшие. Теперь четвертый стих, ибо негде, на это тоже обращаю внимание, негде сказано о седьмом дне так, кто знает, какой седьмой день, название этого дня, суббота, правильно, то есть здесь апостол Павел имеет ввиду субботу, ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмый от всех дел своих. Теперь я хочу объяснить этот стих, почему четвертая заповедь в законе Моисеевом чтить день субботний, на это есть две причины, когда была одна причина, тогда не было заповеди, то есть первая причина шесть дней Бог творил, а в седьмой почил, и уже в книге исход, а потом и во второзаконии эта причина тоже указана, то есть в этих двух книгах, ну еще книги Левит, там закон, но о субботе идет речь в исходе и во второзаконии, и там тоже указана эта причина, для чего чтить день субботний, потому что Бог в этот день почил от дел своих, когда совершил дела и Бог почил, но когда была только эта причина, мы видим, не видим, чтобы праздновал Ной день субботний, или Авраам, или Исаак, Иоаков, они не чтили дня субботнего, а когда появилась вторая причина, тогда Бог уже ввел это в закон, вторая причина, это в этот день Бог вывел народ израильский из рабства египетского, в память об освобождении из Египта и чтить день субботний, это две причины, которые указаны в законе, по двум причинам чтить нужно день субботний, но я уже говорил, и тем не менее, день субботний это был прообраз будущего покоя во Христе, ну об этом послании Колоссянам вторая глава, если память не изменяет, 19 стих, итак восьмой стих ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне, да я хотел в четвертом стихе сказать почему ибо негде сказано, что думаете апостол Павел забыл, что это в бытие сказано, что Бог почил, почему он не сказал, как в бытие сказано, а сказал негде сказано, то есть я понимаю, что теперь он объясняет не о том покое, а о покое во Христе и вот этим словом неопределенным он даже сказал, что это не так и важно, потому что главнее намного покой во Христе и поэтому даже такое слово употребил, как негде сказано, то есть где-то в Ветхом Завете сказано, но это теперь не имеет значения, а вот о покое во Христе, вот теперь это важно, ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, кому им? народу израильскому, если бы доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне, я хочу чуть-чуть остановиться, это важно об Иисусе Навине, какой смысл здесь вкладывает апостол Павел упоминая эту личность Иисус Навин? Есть очень выдающиеся личности в истории, очень выдающиеся, и один из них Иисус Навин. Это был преемник Моисея, Моисей вывел народ израильский из Египта, это великий человек, и 40 лет вел по пустыне. Во время Моисея такие чудеса были, Бог Манну каждую ночь посылал, и они каждое утро собирали и питались в пустыне, где невозможно выжить, трехмиллионный народ израильский 40 лет не умерли с голоду, он их кормил чудесным образом, он им воду давал, когда бил жезлом Моисея по скале, открывался поток воды, и он поил их водою, он их провел через Черное море по дну, как по суше, когда воды раступились, и по левую, и по правую сторону стояли стеной. Моисей много чудес сделал, а что же сделал Иисус Навин? А Иисус Навин ввел народ израильский в землю хананскую. Что это за земля? И почему это такое величие теперь предает Иисусу Навину? Бог запланировал совершить спасение всего рода человеческого. И не только определил, кто совершит, ну, это Иисус Христос, а даже географическое положение определил Бог, что именно в земле ханаанской, именно в Израиле Он совершит спасение. В смысле Израиля в народе, и в смысле Израиля географически, в земле ханаанской. Он вывел Авраама из Ура Халдейского и переселил в эту землю и сказал потомкам твоим я дам землю сию. А зачем? Здесь будет совершаться спасение. Здесь будет церковь Христова иметь начало. Здесь в эту землю Христос родится, с этой земли Он восхитится и когда второй раз придет, это не восхищение церкви, а пришествие второе, это не одно и то же, его ноги встанут на гору Елеонскую, а это тоже в Израиле, это тоже в земле ханаанской. То есть с этой землей у Бога есть свои планы. Но во время Моисея по определенным причинам еще Бог, не Моисея, Авраама, Бог не отдал, они были странники и пришельцы. И Авраам, Исаак, и Иаков, они не владели этой землей, они были странники и пришельцы. Но наступил теперь момент, когда Израиль завладел этой землей, и это под руководством Иисуса Навина. Что в этой земле было из религиозных атрибутов? Было скиния, был закон Моисеев, было служение священства по чину Аарона, был жертвенник, был день субботний. Это все было. А упокой Иисус Навин не ввел. А день субботний то был, и при том строго соблюдали его. Даже Бог, чтобы заставить их соблюдать строго, отец вышел в день субботний дров собрать, помните, да, в описании, в книге числа, если память не изменяет, собрать дров, для детям кушать приготовить. Но вышел в день субботний, и Господь говорит, камнями его побейте. Как он дерзнул. Бог сказал чтить этот день, а он дерзнул. Его побили камнями все общество Израилева. И так Бог строгим таким порядком учредил день субботний. И в Израиле хранили день субботний. Но если не хранили, Бог наказывал. Вот когда на 70 лет отправил Бог народ израильский, это уже годы прошли, отправил в Вавилон, то это земля будет покоиться за все субботы, которые вы нарушали. И так в земле обетованной народ израильский чтил день субботний. А почему пишет тогда Павел? Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. То есть Иисус Навин покоем не доставил. День субботний доставил, а покоя нет. То есть они в субботу не работали, а в душе покоя не было. Они соблюдали все требования, все ритуалы, а в душе покоя не было. А Павел говорит о том, что покой во Христе это в душе покой. Это уверенность в спасении. Ну и так далее. Это чуть позже потом. Итак, вот восьмой стих, вот контекст. Иисус Навин не доставил покоя. И тогда Павел говорит, следующий стих, тот, что я прочитал. Ибо для народа Божьего, о каком народе идет речь по контексту? О церкви или о Израиле? О Израиле. Мы же только читаем, да? Иисус Навин не доставил, это же контекст идет об Израиле. Ибо для народа Божьего, то есть для израильтян еще остается субботство. То есть они еще не вошли в покой Иисуса Христа, им это еще надо сделать. Не о субботе идет речь, а о покое идет речь. Он здесь в этой главе десять раз говорит о покое разными словами. И один из этих разов называет субботство, покой. И вот мысль этого стиха, который я прочитал, для народа израильского они не вошли в покой, им еще нужно войти. А как войти в покой? Иисуса Христа принять, иначе они не войдут в покой. Не земля обетованная, в которой они сейчас собираются, с 48 года израильское государство существует, им покой не даст. Ни закон Моисеев, ни жертвы, ни построение храма, им покой не даст. А что им даст покой? Только Иисус Христос. Вот мысль этого стиха. Для народа Божьего остается субботство. А для чего нам это знать? Зачем я вот уже час времени забираю? Я не об Израиле хочу, я о покое хочу с вами поговорить. О покое, который мы получаем, и как в нем пребывать, на каком условии мы получаем его, и как в нем пребывать в этом покое, это очень важно для каждого из нас. Но об этом я продолжу после участия. Сейчас Виктор Николаевич объявит участие, потом, если вы сможете спойте, в моем сердце покой, нет мира сего, а потом продолжим. Продолжение следует... Продолжение следует...